Александр Леонидович, мы вас верим, поэтому вы можете продолжать. Почти все подключились, уже можно, наверное, дальше продолжить. Хорошо, спасибо. А можно я пока вот у нас заминка вышла, вас спрошу. Все-таки вы называете пучком всю структуру целиком. Не какие-то части структуры, а всю структуру целиком вот вы называете вихрем. Да, это все целиком вихрь с переменным состоянием поляризации. Просто вы упоминали разложение по модам Эрмита Кауса. Следует ли нам следить за состоянием отдельных мод или нам надо следить за какой-то их определенной комбинацией? Ну, просто определенная комбинация создает определенную поляризационную структуру. То есть, если мы пускаем пучок на некоторый объект, то на выходе получается некая совокупность, в принципе, бесконечная совокупность мод Эрмита Кауса. Конечно, есть моды с большей интенсивностью энергии. Они и определяют эту поляризационную структуру. И за ними в первую очередь надо следить. Но это вот видно будет из дальнейшего, что, в принципе, можно ограничиться 16 модами для того, чтобы описать поляризационную структуру адекватно. Потому что дальше уже периферийные пучки, где энергия уже стремится к нулю. И интересно, конечно, мне было бы интересно подумать о том, здесь это скорее ваша область, о том, как можно перевести это на случай фотонов, когда вот один фотон описывает этот пучок. И фактически тогда вот эти коэффициенты S, они дают вероятность его нахождения в каком-то состоянии. Вот здесь эта область уже не совсем соответствует моим практическим знаниям. Но, тем не менее, вот здесь я предлагаю тоже на эту тему подумать, как перейти от классической оптики в данной ситуации к квантовой оптике при описании таких пучков. В случае, когда речь идет о однофотонном режиме. Ну вот я пока то, что, так сказать, в пределах моей компетенции, я вам буду рассказывать. Но я двигаюсь дальше, да? Да, спасибо. Вот, ну вот на восьмом слайде, значит, ключевыми элементами вот в такой оптике поляризационно-неоднородных пучков являются спиральные вращатели. Возможно, так сказать, я уже продвигал в статьях эту идею, и не исключено, что, может быть, в Самаре уже их практически реализовали эти пучки. Ну, это, так сказать, достаточно интересные структуры. То есть, это практически, это надо говорить о том, что неоднородное магнитное поле, которое усиливает в зависимости от азимута свою напряженность, или это, скажем, какой-то естественный кристалл, которого толщина меняется, или, может быть, какой-то другой способ. Но оказалось, что вот уголковые отражатели, они также ведут себя, как спиральные вращатели. Но если говорить просто о теории, то вот есть два спиральных вращателя, P и N, в зависимости от знака. И надо подчеркнуть, что они могут быть полярными или неполярными, зависит от того, изменяет ли они свой знак для обратной волны. Соответственно, фарадеевские, они являются полярными, с ними тоже достаточно интересные метаморфозы могут происходить. Но это немножко тут есть на эту тему статья, и здесь также в слайдах это будет отмечено. Так вот, спиральные вращатели могут получить практически некоторые важные типы поляризационно-однородных элементов. Ну, в частности, если мы идеальный линейный поляризатор расположим между двумя вращателями, то мы получим вот некий радиальный поляризатор, который без потери пропускает РП-пучок и поляризационный, ориентированный по радиусу справа, его можно... Написано, как можно формировать оптические вихри, например, при попадании света с круговой поляризацией, получаются различные комбинации оптических вихрей. Также можно с помощью этих вращателей менять порядок или заряд, другими словами, оптических вихрей. Ну, вот здесь общие формулы приведены. Также приведены внизу, как меняются матрицы для спиральных вращателей, для встречных волн. Ну, поскольку я, так сказать, вырос на кольцевых резонаторах, то для меня естественным является не забывать вопрос о том, как ведет себя поляризационный элемент для встречных волн. Это, так сказать, как бы уже аксиома и важный вопрос. И также удобно использовать, так сказать, в теоретическом плане так называемые спиральные поляризационные базисы, которые можно переводить в вектора матрицы Джонса в этот спиральный базис. И тогда очевидно, что в этом базисе, например, РП и АП-пучки, они имеют простой ортогональный вид, то есть РП-пучок это будет 1-0, а азимутально поляризованный будет 0-1. И, соответственно, радиальный вращатель в спиральном базисе будет иметь вид идеального линейного поляризатора. Ну, в некоторых просто выкладках это несколько удобно и наглядно, и такой подход в этом удобный. Ну, здесь также показано, как, собственно говоря, ведут себя вот эти полярные и неполярные спиральные вращатели при прохождении волны. То есть, если мы вихрь правый, оптический вихрь с правой круговой запускаем, то или левый, то они по-разному на выходе меняют свои характеристики для неполярного спирального вращателя и для полярного фарадейского. Ну, здесь это, так сказать, для справки. Это можно также вопросы в дальнейшем изучать и дискутировать. Я, честно говоря, не нашел в литературе подробного рассмотрения этих вопросов, то есть, вопросов знаков и как меняются знаки оптических вихрей при различных манипуляциях. Ну, а теперь, значит, практически, вот переходим. Теперь как ведет себя радиальный поляризатор для обычного поляризованного света? Вот для линейно поляризованный свет, он в него, естественно, превращает, трансформирует в РП пучок, но у него интенсивность меняется, естественно, по азимуту. Вот этот косинус φ минус ψ, где ψ – это азимут, значит, это уже не линейно поляризованный пучок, у этого плоскость поляризации ориентирована под углом ψ к оси Х. Так что этот вариант нас не очень устраивает, поскольку получается такой модулированный РП пучок. А вот если взять круговую поляризацию, то мы получаем чистый РП пучок, да еще в качестве бонуса оптический вихрь. Таким образом, если у нас есть круговая поляризация, то пропуская через РП пучок, мы с какими-то потерями энергии получаем азимутально-радиально поляризованный пучок. И вот если переставить местами спиральные вращатели, то получается уже вот этот гиперболический поляризатор, и для него уже вот эти пучки становятся из N модификаций собственными. Вот, но это уже как немножко уводит нас от темы доклада. Но тем не менее, для порядка я об этом сообщаю, можно это будет дополнительно посмотреть. И вот дальше я, собственно, перехожу к тем вопросам, которые связаны с космосом после этой некой теоретической базы. Дело в том, что когда я 15 лет попал на это предприятие, мне поручил Шаргородский Виктор Данилович, который был генеральным конструктором в той момент, вот заниматься уголковыми отражателями, которые, казалось бы, стары как мир, но выяснилось, что здесь совершенно бездонные, так сказать, области для исследований. И более того, они оказались очень, так сказать, мне близки, поскольку я занимался и непланарными резонаторами, и полиционно-неоднородными пучками. И они вот это все здесь как раз пригодилось. И вот надо сказать, что спутников с уголковыми отражателями, как геодезических, так и на спутниках навигационных, ну, так сказать, наверное, сотни, где они располагаются. И весь мир, есть специальная служба ЛРС, которая в многих странах и континентах занимается измерением дальности до вот этих геодезических спутников, эталонных, таких как Ларец и Лагеус. И это позволяет уточнять координаты станции, вводить в геодезическую систему координат мировую и так далее. Это очень важная область действия. И вот если мы теперь начнем изучать, что происходит в уголковом отражателе, то выясняется, что это идеальное устройство для создания как раз поляризационно-неоднородных волн. То есть пучок в нем проходит шестью различными путями, если полностью мы засвечиваем всю апертуру уголкового отражателя. И вот на выходе получается шесть пучков с эллиптическим, в общем случае, с эллиптическим состоянием поляризации. Здесь вот приведены их коэффициенты пропускания для комплексной, для света, например, для света с вертикальной ориентацией. И дальше, вот в дальней зоне, мы наблюдаем вследствие дифракции, интерференции уже пучок, где комплексируются, так сказать, вот эти все шесть различных пучков, и получается некое распределение в пространстве, непрерывное распределение состояния поляризации. Вот, например, в ближней зоне это вот показано, как круговая поляризация в ближней зоне, что получается для света, так сказать, без... Дело в том, что уголки отличаются многими характеристиками, размером, развалом грани и в том числе покрытием. Так вот, если не покрывать, то там одна будет картина, если покроем, то другая. Это... Я сейчас несколько слов об этом еще скажу. Ну вот, две типичных картины. Это уголковые отражатели без покрытия, это с металлическим покрытием. Вот вид диаграммы направленности или распределения дифракционного поля в дальней зоне, которую мы наблюдаем. И вот новое, которое, собственно, я придумал, распределение, это шестипятенное. Вот оно будет для нас наибольший интерес представлять. Дело в том, что, логически помыслив, стало ясно, что если мы... Чем отличаются уголки с покрытием и без покрытия? Они отличаются разностью фаз для ортогональных компонентов. В металле это одна разность фаз, для ПВО она другая. Значит, что нам мешает задать разность фаз ту, которую мы хотим? Ничего не мешает, если мы нанесем инфляционное покрытие на отражающие грани определенные. С определенным слоем, с определенной толщиной. Потери при этом почти равны нулю, однако получается фазовый сдвиг, который создает некоторую новую комбинацию этих пучков, которые дает и в дальней зоне новое распределение. Вот шестипятины. Ну вот здесь на этом слайде показано как раз, как... Ну видно, что состояние поляризации совершенно разное. Вот в правом, так сказать, условно я показал, цветными этими кружочками, как преимущественно ориентирован вектор Е. На самом деле он непрерывно перетекает из одного состояния в другое, через почти нулим интенсивности. Дальше интенсивность уже не равна нулю, какое-то состояние поляризации. Эту картину мы постоянно здесь наблюдаем. Просто наша организация, она является ведущим в мире по созданию ретро-рефлекторных систем. Мы обеспечиваем все спутники ГЛОНАСС и ГАЛИЛЕО, и поставили на все спутники ГАЛИЛЕО, мы именно делали ретро-рефлекторные системы, ну и для геодезических станций. Ну вот здесь показано, как в зависимости от разности фаса меняются распределения. И показаны особые случаи, которые для нас будет интерес представлять. Это когда в определенной системе координат разность фас равна нулю при отражении. И вот тогда получается, вот смотрите, почти вихревые картинки. То есть состояние поляризации, вот оно в ближней зоне. Вот тут интересно получилось, что тут как бы два вихря. В ближней зоне это вихрь второго порядка, П-модификации. То есть вектор Е вращается против часовой стрелки. А дальние там уже где-то... Андрей Леонидович, извините, непонятно, про которую из картинок вы говорите. Их тут много? Ну вот про, ну в частности, про левую картинку, вот про левую самую. Левую верхнюю. Да, в левом нижнем углу, да. В левом нижнем углу. Вот, а тут что? Вы можете показывать просто курсором. Мы будем видеть ваш курсор, если вы будете показывать курсором. Курсор не наладили, сейчас я покажу. Ну вот обратите внимание, вот здесь вращение происходит против часовой стрелки. А вот в периферийный пучок, здесь идет N-модификация. Здесь пучок, вектор E вращается, не пучок, а вектор E вращается по часовой стрелке при изменении азимута. Вот азимут у нас идет против часовой, вот так. А вектор E, если посмотреть, он вращается здесь по... Причем четвертого порядка на периферии и второго порядка в середине. Вот эти, так сказать, дальше я предлагаю эксплуатировать вот эти... Именно вот эту комбинацию с разностью фаз 0, которая позволяет для круговой популяризации. Здесь вот даже вот такая интересная может быть картинка. Вот, и вот дальше сейчас я... Так, а что он не перескакивает теперь? Саша, на слайд? Теперь он... Сейчас, секундочку. Проблема с переходом. Как перейти теперь? То есть надо закрывать, да? Завис. А, нет, прошел. Ну вот, здесь более подробно рассматривается структура поляризационного пучка, который отразился вот от такого уголка с фазокорректирующим покрытием. И здесь как раз показана матрица поляризационной структуры, показаны вектора Джонса, как они меняются для различных мод, различного порядка. Значит, можно, конечно, было и ограничить четыре моды, а больше взять. Ну, вот такое, так сказать... Андрей Леонидович, а можно вопрос? Как-то не очень понятно. Мне показалось, что у нас шесть пятен выделено. То есть я бы ожидала, что это будет матрица 6х6, а она 5х5. Нет, дело в том, что это не связано с пятнами. Это здесь приведены моды. А мода, она имеет, естественно, бесконечная. Вот, например, мода 0,0. Она описывает... Ну, вот в данном случае она имеет нулевую интенсивность. Вот видно, что D0,0 – это нулевой вектор Джонса. То же самое вектор D0,1 тоже нулевой. А вот вектор, например, D0,2, у него уже появляется некое состояние поляризации. И так далее. Вот совокупность этих мод, которые каждый из них бесконечно в пространстве, их когерентное сложение дает вот такое распределение шестипятенное. На самом деле, если увеличить интенсивность, то мы увидим не шесть пятен, а еще кучу пятен на периферии. Просто они имеют существенно меньшую интенсивность, чем вот эта первая, так сказать, совокупность пятен. – А можно вас спросить, а почему именно разложение по модам Эрмита Гаусса выбрано? Просто кажется, что это не самый естественный здесь базис? – Ну, можно было бы, естественно, в данном случае, наверное, более естественно было бы на Лагера Гаусса разложить. Но это просто вопрос, на самом деле это эквивалентное разложение. Но для меня просто было привычней. Почему? Потому что история про мои кольцевые резонаторы, она дает себя знать, потому что в кольцевых резонаторах, естественно, у которых астигматичная структура, по сути, там фигурируют не Лагера Гаусса, а Эрмиты Гаусса. Ну и, в принципе, я как-то считаю, что это достаточно общий подход. Но они, как уже было многократно показано, они эквивалентные перехода. – Нет, конечно, и то, и другое, полный базис, да еще и связанный. Просто поскольку вы хотите получить пучок с орбитальным угловым моментом, как я понимаю, то кажется, что базис МОД Лагера Гаусса здесь может выделить эти самые особенные состояния. – Да, это можно было бы сделать. Я, в принципе, ну, как бы все пожелания и какие-то можно и совместные в этом плане теоретические исследования, я готов и в этом направлении также. Хотя это не входит в мои служебные обязанности, но для меня это интересно, и я с удовольствием это могу проделать. – А может, тоже вопрос? – Да. – А если речь идет о орбитальном угловом моменте, а почему здесь не используется неприводимое тензорное представление? – Что-что? – Неприводимое тензорное представление, почему здесь не используется? – Я, к сожалению, не могу разобрать слова. – Неприводимое тензорное представление. – Пожалуйста, вопрос. – Почему не используется неприводимое тензорное представление, раз речь идет об орбитальном угловом моменте? Ну, моя задача в моих исследованиях не стоял вопрос об исследовании углового момента. Я понимаю, что этот вопрос очень актуальный, но это немножко выходит как бы за пределы моих, ну, в данный момент моих интересов научных, и к этому надо отдельно подходить. Я пока вот давайте я расскажу то, что мной проделано, а дальнейшие пути очевидные, что надо было бы, в каком направлении надо двинуться, вы мне или подскажете, или вы вместе решите, или кто-то из вас это сделает. Поэтому давайте я пока вот расскажу, к чему я хочу эту историю привести. Вот спутник глаз, который мы сейчас делаем, и в рамках окра Близгео, он будет как раз оснащен вот такими шестипятенными уголками, поэтому когда он будет запущен, ну, это правда, к сожалению, но надеюсь, что в пределах моей жизни это будет, хотя ориентировочно 26-27 год запуска, он будет фактически отражать, если мы его круговой поляризацией будем засвечивать, он будет отражать оптические вихри. Может быть, это в каких-то экспериментах тонких это будет востребовано, но тем не менее, я просто хотел показать, что мы, такое реально будет спутник с вот такими, у которых каждый уголок будет представлять собой спиральный вращатель второго порядка. В совокупности они будут формировать оптические вихри. Ну, дальше я хочу сказать, что вот эта модуляция, мы можем избавиться от этой модуляции по интенсивности шестипятен, если мы возьмем два уголковых отражателя развернутых, то мы получаем уже более такую равномерную структуру, в которой как раз она наиболее адекватна как раз и будет описываться модами лагера Гаусса. Значит, ну вот основной их вид, значит, в зависимости от того, с какой разностью фаз мы складываем, получается или пучок спиральный вращатель второго порядка, это на верхнем, в правом верхнем углу слайд, или если мы их в противофазе делаем, то получается центральные пучки гасятся и возникает, проявляется, ну при большом, конечно, накачке, так сказать, усилении, появляется вихрь четвертого порядка N-модификации. Вот он периферийный, вот такой он в нижнем углу показан. Ну вот тут дальше возникла, собственно говоря, очевидная идея. Мы постоянно исследуем наши уголковые отражатели на некой установке, которая моделирует дальнее поле. Значит, лазер через кубик засвечивает коллиматор, в левой стороне мы ставим исследуемый уголковый отражатель, вот он под номером 12, а четвертый – это уже видеокамера, где мы, собственно, наблюдаем инфляционную картину. Ну и вот, собственно говоря, возникла идея создания некоторого ретро-рефлекторного интерферометра, где смещая два уголка шестипятенных, мы можем получать различные совершенно оптические вихри в дальней зоне. И вот я с этой идеей, собственно, обратился к Владимиру Юрьевичу. И вот, так сказать, экспериментальное воплощение этой идеи, оно постепенно, так сказать, развивается, на каком-то стадии сейчас находится вот в лаборатории. Он может, ну, в статьях, так сказать, где-то как-то отмечается, и он может дополнить рассказ о том, что реально он экспериментально наблюдает вот относительно в этом поляризационном ретро-рефлекторном, так сказать, интерферометре. Ну, вот здесь теоретически показано, в зависимости от разности фаз, мы можем получать какие-то, так сказать, уникальные, интересные картинки при интерференции вот этих двух пучков, отраженных вот, и в зависимости от того, какой вихрь мы посылаем. Мы можем, например, послать вихрь второго порядка, и вот на выходе получаются какие-то экзотические картинки. Какой в этом смысл? Ну, для меня он не столь очевиден, но думаю, что очевидно, что как раз угловой момент будет в этих картинках меняться, и вот тут, конечно, большое поле для исследований. Здесь это не моя как бы зона ответственности, но думаю, что здесь, наверное, если начать копать, что-то можно очень интересное получить. Андрей Леонидович, ну, кажется, что эти структуры уже не характеризуются просто угловым моментом. Это уже более сложные структуры? Угловым моментом хорошо характеризовать пучки, ну, какие-то вот, условно говоря, диагональные на этой картинке. А когда такая сложная структура, то уже... Возможно. Позвольте встрять в вашу дискуссию на пару слов, то есть, на самом деле, можно, то есть, как я вот, когда я сам выступаю, я говорю, что ни угловой момент, ни топологический заряд, ни разложение по модам, каждый из них само по себе не характеризует пучок, характеризуется целой совокупностью. Вот моды, например, те, которые Андрей Леонидович предлагает, и угловой момент, и топологический заряд, и, может быть, еще какие-то дополнительные параметры. Так что это вопрос такой, философский. Ну, все, я отключаюсь. Ну, в общем, это как бы тема для дальнейшей дискуссии. Давайте я перейду, как это к космосу я предлагаю применить. А применить я, значит, ну, вот здесь некоторые результаты предварительные, которые, собственно говоря, я озвучивал уже, поэтому, так сказать, можно их еще раз прочитать, что вот такой пучок очень сложный получается. Он закручен в центре в одну сторону, а на периферии он закручен в другую сторону с двойным поворотом. И здесь можно думать о том, что, может быть, суммарно в результате у него и оказался нулевой заряд, поскольку на периферии большая закрутка. Ну, в общем, тут интересные, так сказать, вещи, но, так сказать, я иду дальше. Дальше я иду к вопросу передачи криптографических ключей через спутники. Дело в том, что это сейчас тема актуальная весьма. Мы, как бы, сказать, здесь вроде бы развивались, с одной стороны. С другой стороны, вопросы лазерной связи у нас были заторможены последние 10 лет. А наше предприятие в свое время как раз активно этим занималось. Между низкоорбитальным геостационаром, между МКС и Землей. Вот мы единственные в стране, кто занимались такой космической лазерной связью. И поэтому к нам тоже обратились. Причем интересно, что, наверное, вы знаете, что РЖД поручили заниматься созданием криптографических ключей. И они и к нам обращаются, и к другим организациям. Про лазерную связь с Роскосмосом сейчас похватились. Есть НИР-Лазер, который мы ведем. Тоже это между лазерной связью. И вот встал вопрос, а как вот китайцы, они, значит, уже якобы передали на тысячи километров, передали ключ через, есть статьи, так сказать, соответствующие. То есть они через Земли на борт ключ передали и с борта на Землю. И вот когда, так сказать, я на эту тему стал думать, то очевидно, что здесь возникают проблемы. Какие проблемы? Вот если говорить об этом ключе, известном, ББ-84, то он хорош, когда, ну, как бы все это в линейном пространстве происходит. А когда это в пространстве 3D, то встает проблема, как вот этот базис скоординировать. Базис на Земле, базис на спутнике и базис на другой Земле. То есть явно, что эта структура, она предполагает вот некую деклартовую систему координат. И не так просто ее сориентировать. Дело в том, что вот наше исследование, я, так сказать, тут немножко сейчас еще отвлекусь. Вот наша станция, радиолазерная точка, это, так сказать, огромный такой комплекс для измерения дальности до 40 тысяч километров, с точностью до миллиметра. И вот мы исследовали его состояние поляризации с коллегами. И выяснилось, что вот за счет поворотов зеркал, даже интервенционных зеркал, но мало того, тут, конечно, потери какие-то еще могут возникать, но даже в отсутствии потерь состояние поляризации, плоскость поляризации, другими словами, она зависит от угла наклонения азимута. Вот здесь в нижнем правом углу показано, как меняется азимут на выходе из этой системы. Поэтому, если бы мы хотели передавать квантовый ключ по декартовому базису, то мы должны были бы, ну, наверное, китайцы это и делали, если не обманывают, должны были бы каждый раз и на борт как-то ориентировать, и землю относительно этого повернутого декартового базиса для передачи этих ключей. Ну и вот, собственно говоря, возникла идея. Дальше я перехожу к той идее, которую я последним, так сказать, предлагаю. Это попробовать модифицировать вот этот протокол ПБ-84, как раз с помощью четырех, использовать в качестве базовых четыре пучка. Это РП-пучок, АП-пучок, и вот эти два пучка, повернутые на 45 градусов, которые вот здесь приведены. В спиральном базисе они будут 1,1 и минус 1,1, а те, значит, 1,0,0,1. Вот в спиральном базисе четыре аналогичных декартового будут базовых состояния поляризации. Вот. Ну, для этого надо использовать вот этот радиальный поляризатор. Вот, ну, собственно говоря, вот развернутый радиальный поляризатор, вот он имеет, ну, как бы, так сказать, пространство, вот четыре таких поляризатора надо создать. Ну, для этого надо просто один сделать радиальный, потом его с помощью вращателя повернуть на 45, минус 45 и на 90. В результате мы получаем вот таких четыре оси симметричных поляризатора, которые нам необходимы для того, чтобы оперировать вот с этими четырьмя базовыми состояниями поляризации. Значит, вот предлагается четыре базовых поляризации использовать, ну, как они формируются, очевидно. Вот четыре пучка вот таких. Вместо вот этих, которые предлагаются, известные BB84, это значит XY на 45, плюс 45, минус 45. Здесь вот предлагается вот таких четыре пучка использовать, оси симметричных. Они, естественно, не критичны к повороту в пространстве. Их можно крутить как угодно. Поэтому, если мы, кстати, в наших квантооптических станциях, мы используем для того, чтобы не зависело на выходе состояние поляризации, мы используем круговую поляризацию. То есть лазер ставим после лазера пластинку лямбда на 4 и получаем круговую поляризацию. Поэтому по ряду причин это более и для измерения дальности лучше, и не зависит состояние поляризации на выходе и другие параметры. Так вот, если круговую поляризацию, на выходе из этого нашего телескопа, передающего поставить радиально поляризованный, значит, радиальный поляризатор, вот, и его также с помощью вращателя мы можем делать его комбинации, еще дополнительных три, то мы получим вот таких четыре пучка на выходе. Вот, ну и, соответственно, вот показано, как положение этих, как эти поляризаторы, четыре вида, они формируют четыре пучка на выходе. И кроме того, еще и вихрь получается, вот, который я не знаю, как здесь использовать в системах передачи квантовых ключей, но говорят, что с вихрем, так сказать, в некоторых трудах, так сказать, написано, что оптический вихрь позволяет лучше сохранить структуру пучка и перепрохождение через атмосферу. Якобы он более устойчив, либо к флуктуациям атмосферы. Ну, здесь может Владимир Юрьевич что-то сказать при случае, но, во всяком случае, вот здесь в качестве бонуса еще и оптический вихрь к этим четырем пучкам. Ну, вот они тут, я их обозначил пока условно, как РП, АП, ПВП и ЛОП, чтобы было понятно. И вот, значит, дальше для распознавания. Соответственно, в распознавании тоже мы должны ставить пучок, и понятно, что в одном положении РП-пучок пропускает, РП-поляризатор пропускает РП-пучок, это вот в другом он азимутальный поглощает. Это в спиральном базисе, чтобы не путаться с этими углами. Здесь вот на этом слайде это продемонстрировано, как эти пучки в зависимости от положения вот этого пространственного поляризатора или пропускаются, или полностью поглощаются. Ну, и попутно это вот, собственно, все на то, что я хотел сказать про тему космической связи. Я думаю, что, может быть, это... Ну, сейчас эту систему вместе, видимо, с нами как-то будет... Вот из МГУ Кулик этим занимается, космическим экспериментом по передаче. Вы, наверное, его знаете, он тоже занимается космическими, так сказать, квантовыми ключами. Это наш ближайший сотрудник. Что? Он наш ближайший коллега. Коллега, ну вот, так сказать, не знаю, у него, правда, свои. Он не сторонник ББ-84. У него, так сказать, другая идеология, насколько я знаю. Но, тем не менее, так сказать, в дополнение возможным модификациям вот можно и такой протокол рассмотреть. Ну, кроме этого, я хотел сказать, что в системах лазерной связи можно также и заниматься модуляцией. С помощью переменного спирального вращателя можно модулировать вот эти поляризационные структуры и тем самым передавать информацию по степени закрученности. Это не крипарографическая, так сказать, система обычная, но тоже достаточно с хорошей помехозащищенностью и вполне, так сказать, возможной передачей информации таким образом. Это может в системах лазерной связи космической и эта система также применяться. Ну и, собственно говоря, вот результаты, которые здесь приведены, такие простейшие, в простейшем виде, они вот здесь обозначены. Вы можете все посмотреть. Я уже зачитывать не буду. Андрей Леонидович, у меня к вам предложение такое. Давайте сейчас еще раз перезагрузимся, и, наверное, будут вопросы к вам. Хорошо, сейчас попробуем. Давайте? Давайте, да. Продолжение следует... Продолжение следует...